Проверят всех. Дональд Трамп создал в США национальный центр по отбору иммигрантов и соискателей визы. За, казалось бы, формальным решением кроются очень серьезные последствия для всех, кто хочет переехать в Штаты. Какие? Об этом Дмитрий Анопченко. Сообщение Белого дома немногословно. Мол, пора улучшить процесс отбора иммигрантов, сделать его эффективнее. Для этого Дональд Трамп и подписал указ. Создает при Министерстве внутренней безопасности специальный центр. Дескать, пусть там все решения и принимают. Но изучив документ внимательнее, юристы забили тревогу. Говорят, за словами об улучшении и эффективности на самом деле кроется попытка вполне законно отказывать всем тем, кто не нравится новой администрации. Дело в том, что сейчас заявление на гринкарту и на статус беженца люди подают в разные миграционные центры, расположенные по всей стране. В каких-то из них требования жестче, в каких-то перечень документов тот же, но смотрят свой с пальцы. В каких-то штатах к иммигрантам относятся с сочувствием и пониманием, а где-то им устроят допрос с пристрастием. Но Дональд Трамп пытается всю эту систему поломать, передав большинство полномочий одной единственной структуре. В Белом доме сообщили, нынешняя работа ведется бессистемно, а вот новый офис соберет информацию и от силовиков, и от разведки обо всех, кто просится пожить или работать в Америке. Но может представлять угрозу для ее безопасности. Пресс-секретарь администрации Сара Сандерс поясняет, таким образом мы выявим террористов, преступников и теневых деятелей, которые пытаются проникнуть в Штаты и остаться здесь. Но есть и другая версия. Мол, когда у президента не получилось ввести иммиграционный бан для всех поголовно, это решение в судах застряло, то он теперь выстраивает новую систему, при которой нежелательным мигрантам будут отказывать уже не всем скопом, а по одному. И повод весомый, мол, не прошел проверку на благонадежность. С этим не поспоришь. Единый иммиграционный центр должен заработать уже с сентября. И опрошенные нами эксперты прогнозируют, его создание резко увеличит процент отказов в получении грин-карты или статуса беженца. А еще очереди вырастут. Ведь даже сейчас документы по полгода рассматривают. А с созданием новой структуры вполне возможно, что решение придется ждать годами. Из Вашингтона Дмитрий Ановченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.